Моя Родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так и ягодыка Моя Родина Сибири Теперь надо возвращаться Там, где у нас обычно переписка идёт Много ли я сегодня рассказал? Много ли рассказал? Ну, получается, что нам надо ещё много-много О, ещё и половины нету Что нам бедным делать? А ещё будет куча вебинаров Итак, ближайшие вебинары Потому что, знаете как? Вот это вот Пример только один Вот это дикое невежество Знаете, где она сидит? Вот эта дама Она не догадывается об этом Она сидит в посадочной яме Яма получилась случайно Из-за этих загородок получилась яма посадочная Она этого не знает Вот Сейчас это уже весна прошла Весна настала Всё растаяло Она понятия не имеет Что вот эта вот рана Не от того, что это самое Морозы, как она считает И даже не от мышей Просто на этом уровне Стояла вода и лёд Откуда ей это знать-то? Она же понятия Этих самых А она же не имеет понятия Смотрите Вот это их уровень Вот, пожалуйста Вот так уничтожаются сады по всей России Ну что, будем продолжать? Но уже не сегодня Я сколько мог рассказал Не знаю, пригодятся ли мои знания Или не пригодятся Среди вас есть люди, которые уже по пять раз это слушали А я всё на новичков И вот о таких Я ведь не согласен У меня мыши завелись Раз мыши завелись Ладно Ещё пару минут У людей завелись У многих Я не ожидал, что это такое Так что такое бывает В натуре Вы знаете Я всё начинаю Ещё Нет, дайте мне Три минуты Я всё-таки схожу на кухню Вот Я выпил почти кружку А дальше всё-таки Я пойду чай в ноль Сбодриться Вот Кофе боюсь сердца А вообще пью А просто На недостатке še Хобки Я concur Яあり Объя Я И Хобки На недостатке Хобки Продолжение следует... 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 Пожалуйста, съешьте, не пропадайте добро. И вот таким образом можно избавиться от них. Вот таким. Все, я пока все сказал. А конкретно, я не знаю, меня могут привлечь, если я начну где-то. Фильм показывает, как я петлю делаю, как я петли ставлю. Что касается вот этого, вот. Это просто вызывает вот это вот. И вот это. Это мы сейчас проходить будем. Вот. Вот это вот вызывает просто, знаете, как сказать, отчуждение от науки. Вроде как я городской сумасшедший. Не знает, не умеет, не понимает, не ценит. Таких самородков, как мы. Ладно. Высказался. Теперь так. Будем считать, что на сегодня мы поговорили про посадку семян, про посадку саженцев. Но вдруг, когда все было готово, вдруг мне берут и присылают фотографии. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Итак, вы уже поняли, что такое фотография для учебников. Зайцев я не отменил. Зайцы любят, когда все привозят, зайцы, мыши. Они любят, когда все перепахано. Но тогда все уничтожается. Подземная живность. Свой комплекс. Дерево создает жизнь. Нет, ради того, чтобы убить этих самых, не убить, а не дать возможность мышам хозяйничать, надо уничтожить всю подземную часть дерева. Ладно, проехали. Значит, посадка. Сейчас поймете, почему. Фильм. Ой, фильм. Вы тут строчки видели, что у человека сделал пожарный долг, вроде бы. А у него выше съели корни. Так? Поговорили, поговорили. А теперь как надо все-таки. Значит, вот это вот мой сын Артем сажает. Я ему сказал, привезешь тележку? Привез. Вот. Посадить? Посадил. Сильную обрезку сделал? Сделал. Раз. Вот это вот второй вариант, почему. Еще раз. Если почва уже много лет никто ее не перекопал, сверху садим в привозной. Но это же затраты труда. Мы покупаем этот участок за миллион рублей. У нас все скромно. Вот. И я говорю, Сережа, будем делать так. Годом раньше здесь была картошка. Когда мы купили, скосили. Все, что после картошки. В конце самого целая куча получила. А дальше пока еще земля еще не облагородилась. Еще не насытилась червями, не насыщилась кислородом. Вот тогда проще. Что таскать, тележки с этого, время терять. Быстренько, раз, 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 готово. Видите? Вот. И вдруг я присылаю, присылает мне фотографию. Фактически мы заканчиваем первый час ту тему. Фактически одобряйте, не одобряйте. И ждет от меня ответа. Вот. Что я обратил внимание? Этот человек очень рациональный. Мне сразу понравилось, что он, да, у него тут явно был дерн. Явно. Вон сколько травы, видите? Он взял, обкопал так, что у него получился холм. Но землю не завозил. Вот это мне его рациональность понравилась. Землю не завозил. Я долго смотрел так, думали повернуть ее, что ли, этот самый. На бок положить эту фотографию. Что мне, как мне быть-то? Вот. Как на нее реагировать? Да или нет? Что он от меня ждет? Правильно ли он сделал? Ну, я скажу так. Это лучше, чем посадка в яму. Помните? То самое. Вот. Вот это вот. И не только это. Наверное, этот вариант неплох. Но я бы все-таки в какой-то степени была подземная инфраструктура, все-таки она была нарушена. Согласны? Согласны. Тогда получается, берем три варианта. Или четыре. Привозная. Больше воздей. Если свежак, то есть еще не успела инфраструктура устояться. Давно ли копали картошку? Два. И, наконец, его вариант. Частичное уничтожение инфраструктуры. Не лучший вариант. Ну, поняли. Назовем так. И, наконец, еще добавлю от себя следующий вариант. У меня друзья живут. Вот как там мы разговаривали много упорно, например. С подмосковными садоводами. Там часто встречается глинистая почва. Вот. И что делать? Стандартный ответ у науки. Вы его знаете. Копайте яму. А чем больше глины, тем яма больше. Заполняйте яму прекрасной каким-нибудь хорошей землей. Вот. И чем яма больше, тем лучше. И будет дерево расти. Ага, сейчас. Вот. Можно этим только навредить. Я всегда удивляюсь, да? Я спрашивал. Я не получил ответ от Елены Александровича. Как получилось, это не знаю. Почему она отмалчивается? Вот. Она, это самое. У нее красный диплом. Она еще в институте студенткой. Побывала на нескольких конференциях. Получила кучу дипломов. Сделала сотни работ. Студентка. Я говорю. Вы проходили у себя в сельхозвузе, в университете в Краснодарском. Вы проходили Мичелин или нет? Она молчит. Отмолчит и все. А ей красные дипломницы. Президентской стипендиатской. Почему не ответить? Какая-то тайна между нами. У нас тайна вроде бы не было, а тут непонятно. И вот получается следующее. Итак, елинистая почва. Совет железов. Это еще один вариант. И в эту почву что-то мне не очень нравится. Видите, как на глину похоже. Не утверждаю, но подозреваю. Подогнали камаз с нормальной землей. Почему не сильно спорно? Потому что он с жирной земли перевел сатур на худую землю. На жирной земле все это. А здесь учат жирной землей забивать яму. Выкопать яму и забить ее жирной землей. Так не вспоминайте. Да еще чего туда только не напихать. Еще жирнее, еще жирнее, еще жирнее. И вот получается последний мой вариант. Привезли их хорошей земли. Сверху на глину насыпали. И чем больше, тем лучше. Пусть первый, второй, третий год. Это маленькие мы делаем. Почему? У нас супесь. У нас нет такой потребности делать огромную яму или огромный холм. А где огромный холм? Там поверх глины нормальная земля. И тогда ее можно посадить в сажене, чтобы он год-два-три пожил вот в этом холме. Потом он проникнет в глинистую почву и переработает ее. И сделает из нее уже нормальную почву. Нормальную, плодородную, которую мы называем гумусом. Вот еще я это сказал. Так что вот это я, извините, дружище, не одобряю. Почему? Потому что в частичной была разрушена подземная структура. Для меня это святое. Для меня вот это вот святое. Хотя здесь холм большой был. А вот. Я все равно садил маленькую яму. Маленькую яму. Так, ну что. Еще есть тема? Есть. Вот это я пропускаю. Дело в том, что, значит, я в новой книге, я начал про это говорить, я вот сделал первую серию. Она, эта книга не очень популярна. Будет моя аудио. Я смотрю сразу, на некоторых сразу куча просмотров, да? На некоторых. А некоторых, вот он, 67 просмотров за 9 часов. Ну, через 3 дня будет 200 просмотров. А потом я сделаю главу номер 1, главу номер 2, главу номер 3, 4. Какую-то часть людей я научу, как спасать свою жизнь в определенных обстоятельствах. Вот. И не просто спасать, сохранить жизнь. Здоровье сохранить, улучшить здоровье. Я все это буду рассказывать. Но я уже заранее вижу, что вот это вот, в принципе, в общем-то, они сильно-то и нужны. Почему? Почему она сильно не нужна? Может, виновата название «Сбережение славянского народа». А таких книг уже вот сколько. Только нужны ли они? Вот. Вот. Когда будет совсем худо, вот такие вот петли на дайсу будете ставить и кормить детей, кто не успеет ружье приобрести, пока их продают еще. Потом не будут продавать. Так, дальше пойдем. Это только один эпизод, который я затронул. Теперь мы возвращаемся, где были. Вот. А вот это вот предисловие книги основано на книги именно именно Лаванасова. Я о ней в содержании не буду. Кому надо, тот увидит у меня на канале. «Сбережение народа славянского от физического уничтожения». Глава первая. Глава первая. Глава первая потом пойдет. Ну, как это не сберечься? Вот. У нас осталось чуть ли не единица на всю Россию. Когда-то это была очень важная, популярная способность людей видеть дальше, чем... У нас пять чувств. А вот это же пять чувств. Там зрение, обоняние, вот, осязание, что там еще? Слух, еще что-то. Вот это шестое чувство. Вот. Чувствовать то, чего не видит никто. А значит, влиять на работу, на жизнь садов, на жизнь людей. И мы можем спасти и сады. Вот. Леон Санна Савельевич у меня на практике. Ничего, я надеюсь, она не считает меня этим городским сумасшедшим. Еще раз кукарекаю. Пишу. Наука сознательная отказалась от инструментов, расширяющих и спасающих. Сознательно. Вот. А это Сергей Жилин. Вот в этом месте, если поставить кровать, несколько лет и покойник. Это я об ям говорю. Потому что я, это, у меня есть своя статистика. Статистика страшная. Вот. А дальше я вот это все, как переношу, это будет первая серия. Вот. Значит, там я предложу серию экспериментов на растениях. В принципе, я это уже проходил. На животных. И на людях-добровольцах. Знаете, что надо? Вот. Если взять. Когда-то это начиналось, я люблю поговорить, когда-то начиналось ГОМО. Вот. Геномодифицированная, долго шла дискуссия, люди шарахались. Была команда подписывать продукты, на которых выращены из ГОМО, то есть геномодифицированные продукты. И тогда была дана команда, чтобы везде это было написано. Ну, пытались там мелкими мокрами, чтобы везде. Большинство я не видела. Старикам зрение не позволяло. Вот. А сейчас вообще замолчали. И никто не знает, что мы и делаем. И не заинтересно, И не заинтересно, что мы жарем. Никто же не знает. Ну, сейчас вот вспомните, мы вот ходили в магазин, купили 5-10 видов продуктов. Мы каждый раз смотрели. Вы все-то видели эти самые этикетки, нет? А, вот именно. И получается следующее. Серия экспериментов, от чего зависит. Итак, человек специально соглашается. Такие места выглядаются очень легко. Вот здесь видите, здесь погибла дерева. Ну, а дальше рамки. И все. Это место гибора. Он соглашается пожить в этом месте. Делается временное. Может палатка. Он доброволец. Ему обещает миллион рублей. Ну, что думаете, мало у нас дураков, которые согласны русскому. Не дураков, а, скажем, ну, назовем их оптимистами. Ему обещают миллион рублей. Ставят палатку, палатку там, лежанку. И вот и тут живет. Медики каждый день осматривают давление, пульс. Значит, расширенный состав крови. Расширенный, да. Все, 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 что только можно намерить, все меряется. И так день за днем. Пусть потеряется год. Вот. У кого-то дойдет до онкологии. Так. Ну, естественно, контрольная группа, это которая, ничего этого не будет, но у них примерно такие же показатели. Вот примерно. Возраст, состав той же крови. Вот. Много-много. И вот, наконец, караул. Оказывается, если здесь подтвердится, несколько таких мест, что у человека начинает, появились признаки инсульта, инфаркта, там, этих самых, всякие шимические болезни, всякие эти самые, как их называются, знаете, особенно страдают те, у кого, ойди, а, память уже подводит. Вы уже меня поняли, да? Вот. И тогда умножается на таких мест миллионы и принимаются меры, нанимаются спасатели, вроде меня, называют спасатели, принимают состав МЧС, вот. Дается им, соответственно, зарплата, их задача ходить по всем квартирам, по всем домам, выявлять, ну, естественно, экзамены дознать, вот. Который владеет рамками по-настоящему, не халтурщик, и не самопровозглашенный. Вот. И тогда резко повысится здоровье нации, когда часть людей будет отселена, внутри квартиры, допустим, освободиться, кровать переставлю, этого будет достаточно. Может быть, целый дом надо уезжать с этого дома. Параллельно я уже проверял, пчелы терпеть ненавидят эти гепатогенные зоны, но надо расширить это. Почему? Потому что у людей пчелы гибнут, а пчеловоды, они как стрипые котята. Где поставил, или там и поставил. А вот, когда стоит 20 улево, два из них мертвых, и меня спрашивают, а я говорю, а у тебя, вот он, рамки, вот у тебя это, поставил гепатогенные зоны. И вот он мертвый улево. Вот это все должно быть запротоколировано в больших масштабах. И пусть мы потеряем несколько лет. Еще несколько лет будут онкологические болезни. Вот. Еще несколько лет, еще несколько лет будет твориться вот это. Когда вот на таком безобиднейшем участке каждый год пьются люди и умирают. Вот. Видели? Это здесь. Вот. Видели? Внимание, опасный участок. Внимание, опасный участок. Видели? Видели? Вот. Это что, я специально это? Мне 5 минут хватило, чтобы подобрать эти. А вот это второе место, которое я знаю. Это ужас какой-то. Это невероятно. Бьются, 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 бьются. Почему я один это все знаю и понимаю? А наука где? Ой. Жутко становится. Ведь мы можем действительно это. А все, что нам говорят, повышайте рождаемость. Трахайтесь почаще. Я уж пережу на нормальный язык. Кто будет трахаться? Когда вырастают в памперсах и нихрена не умеют это. Не могут стать мужчинами. В памперсах с приобретыми яичками год за годом, год за годом. Потом детство и плавки, сон в плавках. Вот. Сидячие эти целый день в холле. В плавках. Все перегрето, перегрето, а потом никуда не годятся. И даже на это сказывается. Вы знаете, что сильный мужчина, он переносит спокойно жизнь в этом самом. Сильный мужчина, сильная женщина. Жизнь, даже в гепатогенной зоне, он может не заболеть. А слабенького, в биополе-то нету, он-то как раз и является жертвой вот этого. И в аварии чаще попадает, и болеет чаще. Война, говорю вам. Подробнее буду вот это. Про этот случай я знаю лично. Хоронил. Хоронил. Вот так вот. Этот знак спасет миллионы жизней. Что я сейчас сделал? Я написал. Наука, умоляю, помогите стране и всей планете. Мне поможет, заранее знаю. А как избавиться от тех, которым все наплевать, которые уже сами ни во что не верят. Все, друзья, я дальше не буду говорить ничего. Вот это все. Поставьте вот этот знак. Вот, постоянный. Вот этот, руки знак, который я придумал, Андрей Денисенко исполнил. Вот этот знак когда-нибудь я получу государственную премию. потому что этот знак спасет миллионы людей по всей планете. А пока вот так вот. Потом он уедет и дальше гоняет. Вот. Он же не стоит там сутками. Ты дальше, пожалуйста. Вот это место я знаю. Самое жуткое место в городе. И это место я знаю. Самое жуткое место второе. Ведь как нарочно. Ведь знают же эти, чуть не сказал, на букву М, ге-бддшники, знают же, что здесь бьются машины. И знак поставят. Хоть один притормозил. Хоть на пять километров притормозил. Дорога-то чистая. А? Влияние вот на это, вот на это, вот на это, вот на это. Я считаю, что я свой гражданский долг на сегодня выполнил. Единственное, что у меня кукарекание никогда на свет не наступит, сколько я не кукарекал. Это горькая правда. Потом, брат, ты же делишь, а это твоя работа, как бы, тоже добровольная, но что, знаешь, если когда-то правда дойдет, еще буду жив в Доблецах до этой наказательской премии. Пополам поделим. Времени, за язык. Вместе пахали. Вот этот, выделишь, вот этот вот фрагмент, вот этот вот, кусочек вебинара. Вот. И как-нибудь, подпишем, но так, чтобы не напугать, эти, которые нам уже дважды блокировали, канал дважды блокировали, как-то умудрится, видите, заблокируют, напишут, недоказали. Помнишь, я когда написал, это, абрикосы против рака, что нам сделали? На неделю заблокировали, сказали, последний раз. Было. А причина недоказуема. И вот это недоказуемо. И как нам быть, я не знаю. громкое название нужно этому кусочку вебинара, этому кусочку, чтобы привлечь людей. Вот и привлекем. Затут нас вообще навсегда. Канал закроют, и все. Вот на этом мы сегодня остановимся. я то, что хотел, сказал, иначе мне так тяжело живется, когда я все это вижу, понимаю, знаю, но ничего не могу поделать с этим. Ничего. Как спасти людей? Как? Как? Как спасти людей? Так. Что там дальше? Паузу устроить. Так просто. Вот весь этот сувенир Восток. Украли мою фотографию. Представляете? Это, наверное, 2000 раз садовая компания. Нашлась женщина, которую я подговорил. Позвоните. Бесполезно. Обращайтесь к начальству. Начальство недоступно. Все. Что они продают? Используя мою фотографию. Что они продают? Ладно. Возвращайтесь. Раз поговорим. Вот отдельный фильм сниму. А что толку от этих фильмов? Так. Заметили. Полтора часа. Больше меня не хватает теперь. А больше мне не хватает. Самые красивые фотографии по надерге с интернета. Что люди покупают? Ну. Вот моя фотография. Видели? Что они покупают? Все дойдем на фотографии с интернета. А, сейчас. Черешний высад под Москвой. Ага. Вот это вот. Черешний высад под Москвой. Где вы видели хоть один? Жемалдинов, Николай, мой друг в Подмосковье. До сих пор ни одного абрикоса не нашел. Ни одного абрикоса не нашел. Они торгуют абрикосами. Как это так? А как людей предупредить? Когда просмотрим 200-300. Ну, а дальше нормальная учеба. И это назвали мои университеты. Видите? Это мои университеты. А со мной спорят. Не, это блеск на концу. Это лучше, чем оставить пенек. Пенек гнить начнет. А это что гнить? Она уже... Вот мои университеты. А это вот для дураков реклама. Я это назвал жизнь за бабло. Вот этот человек рискует жизнью. Потому что ему надо заработать на доверчивых людям. Вот смотрите. Видите, чернота вот здесь вот. Вот здесь вот берется. И за несколько у меня этот самый он профессиональный лесоруб. Он за свою жизнь наверное не один миллион деревьев пилил. Наверное, лет 40 пилил. Если не 50. Чуть моложе меня. Он вот такое дерево омолаживает за несколько секунд. А здесь нет. Несколько часов якобы профессиональной работы. А деньги капают, капают. Тысячи, десятки тысяч. А он якобы дерево улучшает. Фу. А тут самое безобидное. Смотрите. Неужели не видно? А? А вот это вот рано побольше. Неужели не видно, что нельзя делать эти раны? А тут за двух сторон. Видите, где руку я держу? Там пенечек. Это спиленное дерево. там пенек. Вот. Как это называется? Обрезка на сучок. И здесь обрезка на сучок. Вот. А мне уже сил нет, и здоровья нет, и денег нет, чтобы вот я сейчас взял того же своего друга Толя. Толя, вот находим мы это, а тебя распилить через вот сучок. И покажи разницу. Вот здесь вот мороз уже в самой селцевине. У меня уже ни времени нет, ни денег нет для этого. Вот это помоложе кое-как из моих друзей. Видите? Вот. Видите? Вот как надо учить. Мертвое дерево стоит. Берет мой друг и говорит, раскопай. Хозяин раскопал. Понятно. Вы чего не знаете? Какая разница, где корневая шейка? Манерес, вишни, это миф. Вот. Пишет это Семен Заика. Ладно. И взял, присылает мне вот этот ролик. Не ролик, а статью. Вот в таком виде. Смотрите. Ну, нас теперь двое. Вот его. Манерес, видишь, это миф. Ну, умница. Да посмотрите, какая умница. Вот. Что он тут академика упоминает? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как не верить книге, написанной академиками? Ну, вот он гробил деревья, пока верил. Все, ладно. На сегодня все. Я хотел выразить свое, хотя, вот. Ой. Хуй. В следующий раз поподробнее. Давайте так, я сейчас выхожу отсюда. Так. И захожу. И захожу. И захожу. Вот сюда. И мой долгожданный перерыв, потому что я все молодею и молодею. Молодею и молодею. Что-то раньше много писали, народу было много. Долгожданный перерыв и народ не вмещался. Ну что, заканчивать будем вебинары. Молодею и молодею. Так. Что-то раньше много писали, народу было много угрознений перерыв. Так, ну что, нас совсем мало. И народ не вмещался. Так. Челси. Идиот. Сейчас еще раз, как-то я неправильно пошел. А, вот теперь правильно. Ну и смотрите. Давайте решать, продолжать вебинары. Их уже 312. Вот. Мне они нужны, потому что, когда я вижу, такую вот несправедливость по отношению к людям, к деревьям. школа не то делает. Школа. У меня таких примеров много, но я должен об этом говорить. Вот я ее тоже душу. Не знаю, получится у меня дальше, нет. Я еще YouTube подвел. Сами видите, сколько нас осталось. Все, я на кухню. Пятиминутный перерыв. А это попробуйте, скажите. Так просто. Заморозили. Вот. Но не полностью. Незамерзшая вода, она назовем ее более грязной. Это, она с виду совсем чистая, но более насыщенная с солями. Значит, когда она в таком состоянии, вылили. А которая в этом самом, лед этот самый, сосулька эта, так расставит. Вот ее и пейте. Да, и еще этот товарищ вспомнил, который 50 лет назад пришел в редакцию и показал паспорт 70-летнего старика, а сам на 40 выглядел, он еще сказал, эту воду надо использовать всегда и везде. И суп на ней варить, и чай, и кофе, и все везде использовать эту воду. Вот. Она действительно получается во-первых, она получается чистейшая, то есть она дистиллированная, замерзает чистая вода. Ну, помните пример с этим, извините за уважение, с H2H, 5H, то есть с водкой 40 градусов, помните? так вот, она действительно будет чистая, чистейшая, дистиллированная, и, если верить другим авторам похожих исследований, энергонасыщенная, энергетика другая. Ну, пробовать будем, я вот всего сделан для вас вот это вот, я вот для вас, я фактически себя тоже уговорил. Вот, я себя уговорил, вот это вот сделать. Все, понес на кухню, и я все буду делать, когда оставит до конца. 2 минуты, 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 Продолжение следует... 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 бродит в нашей крови. Это часть нашей крови. H2, H5, OH. И самогонный аппарат, это и есть наша кровеносная система. Нет, результат попадания в кровеносную систему. А самогонный аппарат это желудочный, кишечный, тракт. Ну, а люди же изобретательные, они придумали как еще можно со стороны его получать. Видишь этих самых бутылок, 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 самогонных аппаратов. Вот. И получается что? Получается, что глюкоза снова жизненная земля, а люди ее используют немножко неправильно. Резко правильно. Вот. И тогда получается следующее. Сильная обрезка, которую я считаю вредной, она на какое-то время тоже приводит к уменьшению количества почек плодовых. А значит, плоды оставшиеся дают более крупные. Это используется на крайнем юге. Вот. На крайнем юге. И режут, и режут, и режут. Мороз не такой, чтобы убить деревья. И за несколько лет, пока они будут давать крупные отборные плоды, которые будут с конкурентами в торговых сетях. Вот. До тех пор это все будет резаться и опрыскиваться, потому что обрезка смертельна. Если не применяют, тут же дерево обгладывается, больное дерево, которое в данном случае не замерзшее, как у нас на севере, а искалеченное, как на юге. Оно тут же становится жертвой для насекомых. Для грибов нет. Страшная ошибка. Цена ошибки это еще эти самые миллионы опрыскивания. Цена ошибки. Но вот насекомые, да. Если от них не избавляться, 40 раз за лет они опрыскивать, это страшная цифра. Страшнейшая цифра. Страшнее не бывает. 40 обработок, и все это поступает к нам. Естественно, никакие анализы не берутся, потому что надо все запретить. А фруктов нет, эти пустые. Свои не научились выращивать. Вот такие специалисты, как Железов, как этот, был Латинков, ой, был Боднах, был Бродский, вот, еще десятки. А что десятки? У нас постоянно было тысячи. У меня сейчас фамилии многие сохранились. Не нужны. Про нее не нужны, потому что на прилавках все есть. Кто на разницу зарабатывает, купил, продал, это они диктуют. Еще тысячи людей, пользуясь тем, что люди калечат деревья, вот, а деревья болеют, сучивают, сучивают, сучивают им абсолютно ненужные ингредиенты. Вот. Хотите, это все, я говорю про омолаживание, это все часть этой системы. Вот, видите, спасибо за ик, за ик, это фамилия, за этот, за эту статью, а вот мое. Смотрите, дело в том, что я хочу сделать, ну, продолжение этой темы. Вот это дерево было изувечено моим соседом, который продал мне этот, сейчас, вот, я потом построил вот это вот синенькую вот эту вот беседку, а деревья мной были ему проданы раньше, два проданы, одно подарено. Он взял их изувечивал, потому что они ему мешали. Увечивал вот так, а потом они валялось это где-то где-то в стороне, валялось там незамеченное, пока я не поднял. Вот, и тогда я решил еще вот такое провести уже реальную показательную. Итак, я найду таких веток, еще не сжигал, ну, 10-15. Вот это считается страшнейшей вещью, вот если якобы, если вот будет лежать, вот я стою, вот положу на землю, все, вот это дерево будет уничтожено. На самом деле оно и не заметит эту ветку, хотя оно тоже изувеченное. А молодым деревом вообще похер, вот эти вот самые грибы. Но я возьму 10-20 таких веток на ваши глаза, настрою вот аппарат с камеры и начну снимать фильм. Я возьму таз, все это, возьму нож, соскаблю туда, а вы знаете, что вас учат соскабливать? Знаете, нет? Сложите на это дерево. Его нельзя трогать. Если вот взять сейчас вот здесь, вот видите, вот это вот зелененькое, это на самом деле решайник. Вот он, решайник, вот он, вот и решайник. Его полагается соскабливать, соскабливать, ну, попутно он все же. А оно и так больное, смотрите, какие страшные раны. Но оно, тем не менее, плодоносит, да? Тем не менее, плодоносит. Смотрите, не на девочек смотрите, вот на эти, на это, как называется, счастливое детство, а вот сюда глядите. Видели? Это оно. Вот. Это и есть то самое дерево. Нет, смотрите, докажу. Это было недавно, когда я делал, что скажу, в 22-м году. Вот в прошлый год. Вот видите, вот это синее. И вот оно синее. Вот, вот, вот. Вот, видите? Это, это дерево есть. Вот оно-то и плодоносит. И сейчас плодоносит. Вот. Сколько еще проповносят? Не знаю. Я, вот это мне сдирать нельзя, это приблизится мимо дерева. Это просто учеба. Что я собрался делать? Я найду 10-20 таких. Они давно лежат. Вот. И просто некогда было лень сжечь. Но это считается зловещей, страшной вещью. Вот. Которая уничтожит весь сан. А я возьму нож, возьму что-нибудь построить, соскоблю все это. Таз, таз, таз. Со второго, пня с третьего соскоблю. С другого дерева я грибы соскоблю. С третьего дерева эти самые соскоблю. Вот эти самые вот эти вот самые лишайники. Я сейчас найду мох, мох соскоблю. Все. Все, что полагаю, все, что окружено ненавистью, я все это соскоблю, полный таз, а потом подойду к молодым деревьям. Все это теперь в мелкую труху, мелкую. Поскоблю молодые деревья, на которых еще нет уран. И скажу, ребята, я никогда эксперименты не заканчиваю. Типа, вот сейчас показал и забыли. А что дерево уграло через месяц, через год, это уже никто не вспомнит. Особенно учителя вот этих. Помните, искорящее дерево, вот, а потом посадят посреди лета, посмотрите, как надо садить. Посреди лета посадят, потом, уграет, а мы-то об этом никогда не узнаем, мы люди их повторяют. Так вот, я полный таз наберу этих грибов, лишайников, махов, вот, все, 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 а потом молодые деревья посыплю. и скажу, ну что, ждем, когда эти молодые деревья сдохнут, когда вся эта гниль перейдет на них. Поняли? Все я буду делать. Вот. И пусть проходит год, два, три, пока буду жив, я буду показывать эти деревья. Поняли? Потому что сколько можно верить этой херне, уже слов других не нахожу. Вот. Все. на этом мы закончим. А виноват кто? Виновата наша дама, которая взяла и задала вопрос, что у нее, где она тут делась, а что у нее, что у нее отмельчает яблони. А я начал с того, что омоложущая обрезка. Если годы прошли, она только омоложущая обрезка спасет отмельчание. Еще несколько лет молодость вернется. ну и заодно рассказала о своих планах. Ну вот и все. Кажется, мы на сегодня закончили. Вот. Рекламу я не делал. Семена, семечки, коточки я не рекламировал. Вот. И все равно надеюсь на чудо. Да, все-таки зима началась. Вот. и я поэтому срезал. Нет, мало. Только первую партию. Мне еще раз могу показать этого товарища. А, не буду. Ну, он, 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 мне прислал еще один, я еще не смотрел это письмо, доказательство того, что необязательно ждать сильных морозов. Можно и осенью нарезать, если сохранить до весны, будет прекрасный, посадочный, не посадочный, а привычный материал. Я ему верю и не верю. Вот. У меня своя методика ждем морозов и начинаем резать. Пока нарезал немного, только до самых нетерпеливых. И тех, потому что у меня действительно, вы знаете, сейчас мне пришлось человеку говорить, извините, у меня нет этого самого. Он медовый, черенок я говорю, нету. Он говорит, папировка я говорю, нету. Предложил другие, согласится, нет, еще не дай. Вот. Если не хуже, а то и лучше. И тогда получается, что пора некоторым товарищам заказывать черенки, чтобы через месяц-два они сказали, а почему нету? А где вы были раньше? А я думал, поближе к весне. Пусть лучше вас сохранятся. А как они сохранятся, если у меня хоть и хреново, но покупают? Итак, я предлагаю заказывать семечки, косточки, книги, сереньки, диски. вас. И наш жилье привычный, нашего волшебника Олега Сарват. Все это годится. Но привальщика все меньше. Мое этот самое разочарование растет, растет, растет. Все, друзья, мы заканчиваем разговор. Я теперь наоборот. не покупайте у меня черенки, не покупайте зачем вам роскошные деревья, не покупайте семечки, косточки, которые могут сами быть крупными кустами. Я вам показал Чернобаева фотографии, это чудо, и семечка вырастил. Или вы ему не верите, самый порядочный человек, которого я знаю. Вот. И получается, ничего вам не надо, на этом мы остаемся. Так. А найдутся другие, все равно найдутся. А знаете, последние все разы, а мне соседка, а мне сосед, а мне дали ваш телефон, это и есть моя надежда, что я смогу и детей обеспечить, и внуков. Вот. Некто из них даже не знает, что я есть на свете. Все равно приятно. Все, благодарю за внимание. Спокойной ночи, друзья. Надеюсь, хотя бы в записи вы все это увидите. перечислены, в записи... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует...